Партнер программы «Середина земли» – торгово-сервисная компания «Улан-Удэ Торгтехника». Здравствуйте! В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». Жителям Бурятии о новостях при Ангаре расскажут корреспонденты телекомпании «АЭСТ» и я, Илона Сумина. В деревне Мальта у Сольского района история буквально лежит под ногами. Иркутские археологи нашли останки мамонта. Кости обнаружили, когда приступили к раскопкам на месте знаменитой стоянки древнего человека. Какие тайны ученым раскрыла Мальтинская земля, расскажет Туяна Немаева. Истина где-то рядом. Докопаться до нее буквально помогут лопаты. Останки мамонта или древнего ископаемого слона находятся на глубине меньше полуметра, сразу под дерном. И последние сантиметры, где и лежат кости, приходится зачищать особенно осторожно. Главное орудие Дмитрия Лохова – кисточка и шпатель. Сейчас перед ним пальчик стопы мамонта. Вызывает какой-то, может быть, трепет. Ты, получается, прикасаешься к истории, к той древности, которая для остальных людей остается только на выставках в музеях. Мы это все непосредственно являемся первооткрывателями. То есть первыми берем это в руки, описываем, шифруем и уже обрабатываем. За две недели раскопок археологи нашли часть лопатки и ребра, а также позвонки и не только мамонта, но и северного оленя. Предварительно возраст находок около 25 тысяч лет. Ученые считают, древние животные были съедены людьми, а кости брошены в одну большую кучу. И полный скелет воссоздан будет не скоро. Кроме того, специалистам даже фрагменты почвы могут многое рассказать о том, что происходило в Усольском районе десятки тысяч лет назад. Ученые рассказывают, более светлый тон грунта – это современный, чуть ниже, так называемый мальтинский. А неделю назад археологи открыли еще один, более древний. Этот уровень говорит о том, что здесь человек жил на протяжении 100 тысяч лет. Здесь были найдены фрагменты костей древних животных и осколки, которые остались после производства каменных орудий. Кости мамонта обнаружены в деревне Мальта на стоянке древнего человека. Открыто становище было еще в 1928 году Михаилом Герасимовым. Археологи предполагают, много тысячелетий назад Усольский район был страной больших озер. Климат, по мнению историков, здесь был умеренный, поэтому в этой местности водились не только мамонты и северные олени, но и соблезубые тигры, пещерные львы и шерстистые носороги. Доказательства данной теории специалисты сейчас находят. Чтобы сохранить наследие каменного века, здесь необходимо создать цело исследовательский археологический центр, считают ученые. Тогда жители при Ангаре смогут увидеть находки своими глазами, ведь Мальтинский комплекс – настоящая сокровищница артефактов эпохи Палеолита. Здесь планируется строить большой центр. Центр, который должен стать и научно-исследовательским, и музеем, и туристической развлекательной составляющей компонента этого района. Поэтому результат этих работ будет зависеть оценка важности и значения создания здесь центра. Все найденные фрагменты костей после раскопок отправят на экспертизу в Иркутск. Палеонтологи опишут эти части скелета и дадут более точное определение пола и возраста древних животных. И уже после этого из них попытаются сложить один большой пазл, который поможет увидеть полную картину истории прошлого. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас. Параметры 90-60-90 здесь не главное, хотя это и конкурс красоты. Важно любить свою профессию, уметь общаться с детьми и искать новые методы их воспитания. В Иркутске выбрали красу дошкольного образования. За это почетное звание боролись 17 педагогических работников со всей области. Дефиле, визитная карточка, методические наработки. И это еще не весь список испытаний для конкурсанток. Кому из участниц удалось отличиться и примерить корону победителя, узнаете далее. За кулисами идут последние приготовления. Нужно поправить не только свой макияж и платье, но и помочь друг другу. Для молодого педагога Нины Кайдаловой, как и для всех участниц, конкурс красоты – настоящее испытание. К нему специалист готовилась долгое время. В творческом номере, тема которого о чем мечтает воспитатель, когда дети спят, девушка предстала перед жюри в образе известной няни Мэри Поппинс. Признается, выступать перед публикой гораздо сложнее, чем воспитывать малышей. Это все так волнительно. Дефиле – это вообще для нас очень новое и очень волнительно. Образ Мэри Поппинс почему? Потому что она любит детей, она воспитательница. Все-таки это ближе ко мне. То есть тоже любит? Да, конечно, очень. Областной конкурс краса дошкольного образования проходит уже во второй раз. Сейчас в нем принимает участие 17 сотрудниц детских садов со всего региона. Перед тем, как попасть сюда, специалисты победили в своих муниципальных округах. Конкурс состоит из нескольких этапов. Визитная карточка, творческое состязание, проверка профессиональных качеств. Болельщики есть у всех участниц, но только некоторые – настоящая группа поддержки. Всячески пыталась ей помочь, чтобы она хорошо подготовилась к этому конкурсу. А конкретно как вы делали? Вместе с ней ездила на репетиции, вместе с ней бегали по магазинам, покупали наряды. То есть все организовали, все вместе. Перед тем, как назвать имя победительницы смотра, озвучили лучших в трех номинациях. Леди обаяние и стиль, утонченность и элегантность, креатив и позитив. И, наконец, кульминация конкурса. Победительницы областного конкурса краса дошкольного образования 2014. Это Антонова. Хочется поблагодарить всех, сказать огромное спасибо всему городу Шелихову, кто за меня болел, переживал. Конечно же, своему коллективу, также управлению образованием, своим попечителям. Огромное спасибо всем, кто за меня болел, кто помогал мне. Конкурс состоялся, и вы знаете, он уникален. Мы еще один раз подчеркнули и подтвердили то, что уникальность его заключается в привлекательности самой профессии, чему мы сегодня, наверное, еще раз выразили свою признательность. Хотя победительницей стала одна конкурсантка, призы получили все участницы смотра. Впрочем, как говорят сами девушки, дело не в подарках. Самое главное – любить свою профессию. Ведь дети – будущее нашего государства. Иван Цинько, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. В Чите в ноябре состоится открытие первой в Сибири островыставки, где будут представлены космические фотоработы. Тему продолжит ведущий новостей телекомпания «Альтез» Николай Стародубцев. Здравствуйте, Александра. Как пояснили организаторы выставки, один из которых из Казахстана, а другой из Забайкальского края, снимать они начали летом 2013 года. Это их первая выставка, идею которой молодые люди вынашивали давно. Ее цель – отвлечь людей от повседневности и показать красоту звездного неба. А теперь к другим новостям Забайкальского края. О них вам расскажут журналисты телекомпании «Альтез» и я, Николай Стародубцев. Бурятский язык, по мнению ЮНЕСКО, давно пора занести в так называемую «красную книгу», как находящийся под угрозой. За Байкалье, где второе место по численности занимают именно буряты, решили бить тревогу. В нашем регионе возникла идея провести всебурятский диктант «Эрдем», что в переводе означает «знание». Вместе с забайкальцами проверили свои знания жители сразу нескольких крупных городов России и даже за рубежом – в Монголии, Индонезии, Китае, Чехии, США и Канаде. Как экзамен прошел в Чите, расскажет моя коллега. Идея проведения всебурятского диктанта, как ни странно, принадлежит женщине русской по национальности. Больше трех лет назад Елена Лапа проводила занятия в Агинском округе. Тогда заговорили о проблемах бурятского языка. К сожалению, этнические буряты, выезжая за пределы Агинского округа, теряют культурную связь со своей родиной, потому что молодежь и дети прекращают пользоваться бурятским языком как родным языком. Они забывают свои корни, и поэтому еще в то время у меня возникла идея начать реализацию этого проекта. Вы начали учить бурятский? Да. И как успехи? Ну могу уже постараться, могу сказать до свидания. Мне все друзья поддерживают это. Ну могу сказать БРТ, до свидания. Проект был поддержан правительством Забайкальского края, администрацией Агинского бурятского округа. А накануне всебурятский диктант стал лауреатом региональной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Наш общий дом России». Диктант стартовал одновременно по всему миру. В некоторых городах носители языка очно начали диктовать текст. А для тех, кто захотел проверить свои знания на расстоянии, была создана онлайн-версия. Текстом для всебурятского диктанта выбран небольшой рассказ из 157 слов «Талынцы Сыгут» или «Степные цветы». Его автор – журналист, краевед, писатель Базар Бадма Намсарайн. Проверить знания бурятского языка в чете пришли около 70 человек. В основном это буряты, но есть и две студентки из Монголии и один русский студент, который изучает монгольский язык. Он говорит, что эти языки очень похожи. Возраст пришедших – от школьников до пенсионеров. В жизни в обычной вы часто употребляете свой родной язык? Конечно, кроме бурятского. Ну, если у нас много знакомых и друзей, то есть носители бурятского языка, мы с ними, конечно, общаемся на родном языке, чтобы совсем не забыть. А в чете, в городе, считают, конечно, преимущественно русский. Бурятский язык считается самым сложным. Он очень такой музыкальный, богатый язык. И наверняка будет сложно писать диктанты, но старая в зиму. Ну, вот вообще, приходится в жизни где-то писать именно на бурятском языке, а не только разговаривать? Ну, сейчас-сейчас нет. Читаю по-бурятски, поэтому не забываю. А что читаете и как часто? Часто читаю вот эти агентские. По словам председателя региональной организации «Бурят», эта акция очень важна в решении проблем, связанных с бурятским языком. Там молодежь, которую мы на данное время воспитываем, они не изучают родной язык. Я не говорю о агентском округе. Агентский округ самодостаточный, там вопросов намного меньше. Я говорю просто о тех, которые живут вне округа, за Байкальским краем. Все пришедшие на диктант и его организаторы надеются, что всебурятский диктант поможет сохранению самобытности бурятского этноса, его уникальной культуры, тем более, что проект активно поддержали по всему миру. Диктант вместе с Россией писали в Монголии, Турции, Чехии, Бельгии, Нидерландах и Китае. Организаторы планируют сделать эту акцию ежегодной. Марина Кузнецова, Александр Забелин. Время новостей. Более трех тысяч участников, 15 дискуссионных площадок, десятки социальных проектов и известные гости. Сегодня в Чите открылся 13-й Забайкальский гражданский форум, который в этом году получил название «Гражданские инициативы и общественный контроль». До торжественной церемонии открытия еще почти два часа. В фойе Краевой филармонии на регистрацию уже десятки участников форума. Среди них и гость из Новосибирска, представитель автомотоассоциации Алексей Носов. В Читу он прилетел только час назад. На форум привез проекты общественного контроля, например, качество бензина и состояние дорог. Реализовать их, уверен Алексей, можно и в Забайкалье. У нас есть традиционный ежегодный наш автопробег «Весенний слалом». Активисты автоклубов, автофорумов совместно с членами нашей общественной организации выезжают на очаги разрушения дорог, замеряют их на соответствие ГОСТу 5597-93, составляют соответствующие акты и после этого обращаются с заявлениями и жалобами в контрольные органы. Пока одни регистрируются, другие с интересом осматривают выставку-презентацию социально ориентированных некоммерческих организаций. Гости из села Тунгакочин представили проект военного музея как направление патриотического воспитания. Идея создания музея возникла в 2007 году, когда были обнаружены останки Николая Макина и его смертный медальон. Съездили на место гибели, то есть это Зайцева гора в Калужской области, вот и привезли оттуда вот этот смертный медальон, но потом стала вестись работа уже по сбору информации. Сейчас в музее Макиных десятки редчайших экспонатов. Чернильницы, немецкие погоны, каски, патроны. А еще стеклянные фляжки – отличительный знак разведчиков, которыми и были тунгакочинцы, братья Макины. Все эти предметы с места гибели наших земляков специально присланы в музей поисковиками из Калуги. На выигранный в рамках прошлогоднего форума «Грант» в музей закупили техническое оборудование. На помощь от властей здесь надеются и в этот раз. На выставке своей экспозиции представили и другие патриотические движения из разных районов края. Одной из них – детской организации «Надежда» из Домной – именно сегодня исполнилось 8 лет. Из Домнойской школы приехали сюда. Про Надежду вам расскажем, господа. Она объединяет активных ребят, и про нее все говорят. Мы не испытываем брызгливость. Наш девиз – здоровье, добро и справедливость. Свои проекты представили Могойтуйцы с Центром изобретателей и рационализаторов, школьники и студенты из Адриановки. Они привезли сразу две экспозиции – «Культура казаков» и «Творческое объединение искусств при школе номер 9», которую поддерживают железнодорожники. Здесь редкими направлениями, такими как «Пейл-арт», занимаются и мальчишки. Техника «Пейл-арт» была придумана в 2007 году на Украине. Это упрощенный вариант. Делается она из пластилина. Делаются различные узоры. Черной краской покрывается. Потом берем серебрянку сверху на эти узоры губкой. Ребята из Первомайского представили свой поисково-патриотический клуб «Память». Уже несколько лет школьники по крупицам собирают информацию о ветеранах Великой Отечественной войны и участниках боевых действий в горячих точках. Этим ребятам есть что показать. «Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Служу Российской Федерации!» На выигранные в прошлом году средства гранта им удалось восстановить памятник героям-интернационалистам. «Огородили его всячески, ну, облагораживали, посадили деревья, цветы, газон сделали». Тем временем на церемонию открытия форума съезжаются гости. Представители религиозных конфессий, члены правительства, бизнес-сообщества, руководители ведомств и, конечно, губернатор. «Всячески развивать инициативу молодежи, да, чтобы вот она чувствовала себя востребованно. И вот это, наверное, самое главное, да, в самых разных областях. То есть вот в чем человек хочет себя проявить, в чем он видит свое сегодняшнее настоящее, в чем он видит свое будущее, да. Вот это тоже одна из возможностей проявить себя и заявить о себе на вот этом гражданском форуме». О значимости форума во время церемонии открытия со сцены говорили много, подчеркивая, что общественный контроль – это реальный рычаг улучшения качества жизни забайкальцев. Юлия Тимошенко, Анатолий Тюльнев, Время новостей. Монгольская спортсменка Алтан Цецек весовой категории 78 килограммов среди женщин завоевала золотую медаль на пароазиатских играх, что проходят в Инчхоне Республики Корея. Подробнее о конкурсе и его победителях расскажет ведущая телекомпании «Аист Монголия» Мирослава Барху. Здравствуйте, коллега, вам слово. Здравствуйте, Николай. Победив соперницу из Индии в финальном поединке, Алтан Цецек взяла верх над соперницей из Таиланда. Другая монгольская дзюдоистка Хаш Цецек весит 70 килограммов среди женщин завоевала бронзу. А теперь переходим к другим новостям столицы, о них жителям Бурятии готовы рассказать. Корреспонденты программы новостей Инсакты, я Мирослава Барху. Из-за рубежа вернулись на родину палеонтологические находки, которым насчитывается от 68 до 80 миллионов лет. 22 фрагмента ископаемого динозавра 26 августа правительство США вручило послу Монголии в Америке. Эти экспонаты транспортировались на протяжении двух месяцев и вечером 22 октября были доставлены в контрольную зону Тушин, после чего переданы Министерству культуры, спорта и туризма Монголии. Подробнее об этом знаменательном событии расскажет Соланго. После того, как прозвучал сигнал к спуску, подъемный кран опустил 40-тонный контейнер на землю. Возвращение этих 22 находок стало продолжением истории, связанной с торбозавром. В ходе следствия было установлено, что они принадлежат нашей стране. Причем 17 фрагментов были выявлены в ходе расследования дела гражданина Британии. Остальные 5 были найдены в частных хранилищах граждан Америки. Наши таможенники получили на руки транспортные документы груза, который шел в Монголию, по морю и по суше на протяжении двух месяцев. Сюда входил перечень наименований груза, ценовая декларация и договор о передаче нашей стороне. Теперь ценные части динозавра официально переходят в ведение Монголии. И после этого министр культуры, спорта и туризма Монголии Аюн Герел открыла печать с надписью «Хрупкий груз». На эти экспонаты была оформлена таможенная декларация, на которой было отмечено только окошко въезд. До недавнего времени не было режима о разрешении пересечения границ товаров и грузов, не подлежащих вывозу из страны. Раньше не было специального кода и режима для возвращения товаров и продукции, которые были незаконно вывезены за границу. Чтобы в дальнейшем не возникало подобных затруднений, главное управление таможней утвердило специальный режим возврата. Теперь стало возможным оперативно оформить таможенные декларации. Скелет торбозавра, который вернулся на родину прошлым летом, был высотой 6 метров. В этот раз груз состоит из фрагментов динозавра. Лица, которые незаконно вывезли за границу, эти находки из монгольской гоби не проводили никаких реставраций и выставляли их на продажу в таком же виде, в котором они были найдены. Например, есть много находок, связанных с известным нам торбозавром, но в этот раз находки были почти необработанные. В список палеонтологических находок вошли такие раритеты, как полностью восстановленные скелеты Аверораптора, без черепа, состоящие из четырех частей, череп ангелозавра, окаменевший скелет Галлиминуса. В церемонии получения ценных находок принимало участие Министерство культуры, спорта и туризма и специалисты, которые помогали в спорных юстиционных и правовых моментах, а также граждане, которые помогали при транспортировке. Всем им были вручены почетные сертификаты. С помощью совместных усилий компаний и людей, которые объединились в борьбе за монгольское культурное наследие, бюджет за транспортировку, первоначально насчитывающий 1 миллиард тугриков, был снижен до 100 тысяч долларов. Скоро с этими экспонатами можно будет ознакомиться в Музее динозавров. Саланго, Эрденбезгалан, Аист, Монголия. 16 и 17 ноября состоится праздник верблюдов Великой Гоби, который пройдет в Самоне Тугрук Аймака Гофи Алтай. Этот фестиваль организуется с целью улучшения породы верблюдов, увеличения их поголовья и повышения уровня жизни скотоводов. Подробности у Шиджирта. В 2005 году по инициативе члена ВГХ Дашдорджи праздник верблюда Великой Гоби был организован впервые. Его главной целью стало увеличение поголовья верблюдов, повышение профессионального мастерства молодых скотоводов и, самое главное, развитие верблюжьего туризма. Поэтому в этом году праздник верблюда Великой Гоби был организован совместно с Министерством промышленности и сельского хозяйства. В 2002-2003 годах поголовье верблюдов снизилось на 50%. Другими словами, в пустыне Гоби, которая является естественной средой их обитания, этих животных почти не осталось. Поэтому было решено принять определенные меры для увеличения их поголовья. Член Великого государственного хурала Дашдордж оказал очень ощутимую финансовую поддержку этому проекту, а также организовал этот праздник. В этом году мы проведем его совместно с Министерством промышленности и сельского хозяйства. Во время праздника состоится конференция скотоводов, занимающихся разведением верблюдов. Мы выслушаем их мнение о том, как можно улучшить их деятельность. Наряду с этим будет разработана политика будущих действий. Согласно исследованиям, в нашей стране проживает 2% от общей мировой популяции верблюдов. И почти треть общего числа двугорбых кораблей пустыни сосредоточено тоже в Монголии. Верблюды занимают почти 1% от общего поголовья скота в нашем сельском хозяйстве. Разведение этих животных очень выгодно с экономической точки зрения. Они обеспечивают и основные пищевые потребности народов, проживающих в Гоби. В целом, картина в этой отрасли сельского хозяйства положительна. Но обеспокоенность вызывают постоянные потери скота. Судя по результатам исследований, это в основной своей массе молодняк, особенно верблюжата до двух лет. Одна из вероятных причин этого – отсутствие передачи опыта скотоводов с многолетним стажем молодым пастухам. Многие нюансы ухода за молодняком неизвестны молодым специалистам. Из-за этого с начала года погибло почти 5% от общего числа всех животных. По словам специалистов Министерства промышленности и сельского хозяйства, уже начали проводиться определенные работы для того, чтобы снизить потери скота. «Мы думаем, что у верблюжьего туризма большое будущее. И учитывая питательность и лечебные свойства верблюжьего молока, возможно создание специальных верблюжьих ферм при санаториях. Кроме того, их молоко широко применяется и в косметической отрасли. Государству нужно поддерживать местные производства по переработке верблюжьего молока и молочной продукции. В рамках бондового кредита необходимо оказывать поддержку национальным производителям, выпускающим изделия из верблюжьей шерсти». Примером деятельности по увеличению поголовья верблюдов может стать поддержка, которую последние три года оказывают скотоводам Аймака Умнугофь. За одного верблюженка, выращенного здоровым, выплачивается премия в размере 50 тысяч тугриков. Общая сумма, выделяемая для поощрения скотоводов, на сегодняшний день составляет более 3 миллиардов тугриков. Шиджир, Адганбат, Айст, Монголия. Мы рассказали вам о событиях в Монголии. Далее выпуск международной информационной программы «Середина Земли» и завершают новости Китая. Журналисты телеканала СССР «Русский» приветствуют зрителей программы «Середина Земли» в студии Руслана Гасанова. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем о самых любопытных событиях в Китае. В Пекине открылась ярмарка зарубежных инвестиций. Это без преувеличений главное событие года для китайских инвесторов для участия в форуме. В столицу Китая съехались десятки представителей зарубежных предприятий, финансовых учреждений и бизнес-структур. На эту ярмарку съехались представители из более чем 100 стран и регионов мира. Для китайских предприятий данное мероприятие – уникальный шанс наладить связи с иностранными инвесторами и выйти за пределы своей страны. Мы ищем китайские компании, готовые работать в китайско-белорусском индустриальном парке. Данный проект реализуется согласно договоренностям на уровне руководителей двух стран. Это, несомненно, служит надежной основой. К тому же сейчас мы предлагаем льготные условия. Многие китайские предприятия проявляют интерес. В рамках ярмарки состоятся разнообразные выставки, семинары, презентации и, конечно же, встречи. Организаторы уверяют, в этом году мероприятие вышло на новый уровень. В этот раз в Китай приехала внушительная российская делегация. Из-за санкций США и Европы Россия усиливает сотрудничество с восточными государствами. В первую очередь это касается Китая. Я надеюсь, что все проекты, все основные проекты, которые мы сегодня здесь показываем, будут интересны китайскому бизнесу. Потому что где-то уже участвуют китайские предприятия, где-то мы ведем переговоры уже. Но, в принципе, мы открыты для обсуждения, открыты для сотрудничества с китайскими партнерами. Тема инвестирования в российскую экономику выделена в отдельный блок. Во второй день работы ярмарки запланирован специализированный форум. Там состоятся презентации и переговоры. В Китае выросли продажи так называемых зеленых автомобилей. В первые три квартала этого года удалось продать больше 38 тысяч экземпляров. Почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Среди проданных машин 22 тысячи – это электрокары, а 16 тысяч – машины-гибриды. Продажи активизировались в сентябре в связи с освобождением от налога на покупку зеленых автомобилей. Подробности в следующем сюжете. В понятие зеленых автомобилей входят автомобили-гибриды, чистые электрокары, заряжающиеся от сети, и электрокары, работающие на батарейках. Пилотная программа по использованию таких автомобилей продолжается уже пять лет, и число участвующих в ней городов выросло с 33 до 88. Покупатели следят за новинками индустрии, однако на покупку чистых электрокаров решаются немногие. Чистые электрокары нужно заряжать как минимум однажды во время долгих путешествий. Зарядка требует 3-4 часа, а чтобы заправить гибрид, нужно всего несколько минут. Препятствие на пути развития чистых электрокаров – это недостаток зарядных станций. Водители электрических машин часто страдают от беспокойств, связанных со страхом потерять заряд на середине пути. Производители электрокаров тоже ждут широкого распространения зеленой инфраструктуры. «Наша главная цель – чистые электрокары. Гибриды – это скорее компромисс. Нам приходится создавать все модели в двух режимах. Как только количество зарядных станций значительно расширится, мы сможем избавиться от гибридного режима». Сегодня в Китае более 60 тысяч станций под зарядки для электрокаров. Их число постоянно растет. «Мы должны увеличивать количество строящихся станций под зарядки. Мы обратились к государственной администрации КНР по энергетике с призывом включить строительство таких станций в планы по развитию городов». Сейчас китайские специалисты работают над увеличением продолжительности работы аккумуляторов для электрокаров. Батареи для электрокаров обычно работают около двух лет и стоят от 40 до 70 тысяч юаней. Так что в случае частых замен батарей, обслуживание электрокаров может оказаться дороже обслуживания их бензиновых собратьев. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Комплексное оснащение магазинов и предприятий общественного питания. Только лучшее технологическое оборудование ведущих мировых производителей. Наши заказчики – это известные рестораны, бары, кафе, производственные цеха, сетевых супермаркетов. Улан-Удэ Торгтехника. Опыт, стабильность, надежность. Редактор субтитров А.Семкин